Мы сейчас переезжаем на другое место, как нам кажется, более перспективное. Сейчас будем пробовать, наверное, другие приманки, другую постановку. Рыба есть, рыба показывает, осталось только подобрать к ней ключик. Хорошая рыба! Есть! У-ху-ху! Спинник в работе. У-ху! Что, по ощущениям на сколько было? Больше всех. Ох, у меня аж мурашки! Именно за такими впечатлениями стоит ездить на рыбалку. Это была она. Так бывает. ТОМЬЧЕТ ТОМЬЧЕТ ТОМХТ ТОМЩЕНИЙ ТОМ ТОМХТ ТОМХТ ТОМ hisит跡 ТОМХТ ТОМХТ ТОМС Здравствуйте, дорогие друзья! Позади нас река Волга в черте города Казани. Сегодня мы отправляемся на рыбалку вместе с Андреем Красильниковым, победителем тотального спиннинга 2018-2019. Многоопытнейшим рыболовым спортсменом, ну и просто хорошим человеком. Тема нашей сегодняшней рыбалки – это поиск хищной рыбы на неизвестной акватории. КОНЕЦ Андрей, расскажи, пожалуйста, каковы наши действия после того, как мы определились с районом, который будем детально прорабатывать? Мы ходим галсом по этому месту и выискаем какие-нибудь аномалии. Либо скопление белой рыбы, либо, это зачастую бывает все вместе, коряги и рыба, либо хищника смотрим в придонном слое воды. Как только видим перспективное место, буквально заезжаем метров 15-20, не дальше от этого места и становимся на якорь. Судак вообще очень любит, когда ты стоишь прямо над ним и мотаешь. То бишь, чем меньше вот этого движения по горизонту, тем это интереснее. И поклевки судаковые часто на зависании, вот когда висит, очень часто бывает клюет. Щелчок. Кидаем приманки уже порядка пяти минут, но, к сожалению, рыбка пока активность свою не выражает. На твой взгляд, стоит ли задерживаться вообще на точке, чтобы, возможно, подобрать приманку, проводку? Или же, если нет активной рыбы в данном месте, то стоит переместиться на другую дислокацию? Ну, в большинстве случаев вообще рыба клюет при первых забросах. Если при первых забросах рыба не клюнула, да, наверное, если мы ее увидели, стоит сменить приманку. Но после смены приманки, если поклевки не произошло, либо меняется позиция под эту рыбу, то бишь, другое место ставится под эту же рыбу, да, либо переезжаем на другое место. Я бы, наверное, переехал, что мы, наверное, сейчас и сделаем. Нажимай. Опа. Поклевка. Ох, вот это поклевка, господи. Ох, у меня аж мурашки. Отлично. Ослабим фрикциончик. Таких поклевок я мало у кого могу встретить, но это жерех, скорее всего. Да, это жерех. Друзья с Андреем перемещались по нашей локации, увидели бой чайки и на это просто не могли не среагировать. Сразу подстроились под рыбу и на очередной проводке блесны просто неимоверным ударом клюнул такой небольшой, но очень приятный речной слиток серебра. Андрей, поделись, пожалуйста, своим опытом, как правильнее вставать под жереха, заходить с подветренной стороны, какие-то особенности в тактике ловли этого хищника? Ну, в идеале, конечно, подходить с подветренной стороны и глушить мотор метров за 200 и по ветру потихоньку спускаться, потому что в жерех очень пугливая рыба и очень боится того момента, когда об борт лодки бьется волна. Шугается, уходит и долгое время его не получается поймать, поэтому лучше подойти аккуратно, спокойно, тихо, заранее скинуть моторгайд и начинать прорабатывать ближайшие рубежи до того момента, пока не дойдем до центра боя. Андрей, вот сегодня погодные условия достаточно комфортные для рыбака. Нет ветра, облачность переменная. Например, ветер влияет вообще на поведение рыбы? Естественно влияет, когда ветер есть, не знаю по какой причине, но рыба более спокойно, я так думаю, себя чувствует, поэтому и не боится, когда там, допустим, подъезжает лодка или еще что-то, меньше реагирует на такие вещи, потому что общее волнение. Не знаю, рыба себя ведет спокойней, клюет более четче, жестче, поэтому сегодня, как мы видим, ветра нет, поэтому поклевки слабые, неуверенные, так сказать, поэтому ждем либо ветра, либо течения. Долго стоим, долго. В спорте это губительная ошибка, губительная. Жабы нет, что-то, мы ее найдем. Рыба стоит, рыба хорошая. Ну давай, Люр, Максик. У нас сейчас произошла хорошенькая поклевка. Я надеюсь, это все-таки уже щука будет. Да, небольшая щучка. Бывает, такое бывает, зато было красиво. Заметил, мы место меняем, постановку, рыба есть. Да, сразу поклевки появляются. Вот, все не просто так. Андрей, вот пеньки интересные заметили. Здесь их вообще много, походим галстами, наверное, здесь, да? Да, пеньков здесь предостаточно, и часто на этих пеньках обитает берш. Ну, а как мы знаем, берш это... Кормовая база щуки. Кормовая база щуки, все верно. Следовательно, будет берш, будет щука. Ох, какая хорошая поклевка произошла. Андрюх, если можно, пожалуйста, сачок. Если честно, я немножко зазевался, друзья, но эта поклевка заставила меня проснуться явно. Ослабим фрикциончик. Ой, какая приятная тяжесть. Давит вниз, скорее всего, это судак. Ну, а скорее щука. Ой-ой-ой, как приятно, она вдарила. Именно за такими впечатлениями стоит ездить на рыбалку. Ай, какая красавица. Сидит вроде хорошо, фрикцион ослабил, удилище работает. Слабиной давай. Слабину не даем, слушаемся инструктора. Заводим под сак. Друзья, вот такая хорошая щука взяла, в районе трех килограмм. Поклевка была очень мощная. Если честно, до конца думал, что это судак, потому что хорошо давила вниз. Как оказывается, такие пеньки на глубине 9 метров любят не только судаки, но и вот такие щуки. Спасибо тебе большое, пятнистая царевна. Понравился ей, похоже, катер и ваша компания. Все верно. Стала, по-моему, щук ручной. Но, к сожалению, у меня дома нет вот такого большого аквариума. Такую красавицу. Ну, нет так нет, сказала. Она и тихонько поплала. Спасибо тебе большое. Красиво. Ах, кадры-то пошли. Мы сейчас переезжаем на другое место. Как нам кажется, более перспективное. Ну, все. Опа, есть. Да. Сейчас я попробую. Топись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова подъехали на точку увидели рыбу сделали заброс поймали все в лучших традициях пока до скорых встреч ни к чему время выхода вообще не привязано многие говорят выход 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 перспективнее 5-10 мест проехать чем ждать этого выхода конечно мы сколько места проехали 1 нет 2 нет 3 нет хлоп есть 1 нет 2 нет 3 нет хлоп есть а так можно целый день на одном месте стоять и она не может не выйти за счет непонятно как без поклевки не сопротивляет самый раз наверно та рыба которая там стоит о красавица кунский ребята сейчас случилось просто ну невероятное событие я подумал что это зацеп фактически не было никакого сопротивления андрюк помоги пожалуйста посадчиком ты его за задергивай сюда просто и все акунек просто зачетный охотра тебя я таких окуней ни разу не ловил это пожалуй мой трофей трофей любители вот это окуняра ребята вот такие окуни могут сделать рыбака по-настоящему счастливым с таким красавцам хочется обязательно сфотографироваться ну и отпустим его расти дальше рыбалка это клево есть нормально не помогли здесь судачок судачок хоть надеюсь а не жаба ну что осталось сегодня ну может что-то съедобное хорошая внимание да нет нога правая переходим чуть назад жаба да Давай, Степан. Дома. Поднимай. Ну вот, опять выбрали правильную постановку, подъехали, выбрали угол броска и поймали достаточно неплохую щучку. Сделала с хорошим ударом. Очень хорошо клюнула, мне понравилось. Палка прочувствовала все нюансы поклевки. Она вроде маленько подкинула, потом сильным щелчком стукнула. Было очень приятно. В животе мы видим, сейчас у нее что-то есть. Наверное, это подлещик, потому что ширина его вот. Видно, даже пузо выпирает. Щука объелась, достаточно упитанная. Давайте ее отпустим. Хорошая рыба. Поцекали? Да. Дерево у порта прямой? Давай, попробуем. Пока далеко, да? Щука. Видимо, вышла она на обед. Видимо, да. Причем такая хорошенькая, да? Нормально. Спиннинг в работе. Отрабатывает. Ой-ой-ой, как приятно, а. С такой палки не сойдешь. Не вперед лучше переместиться? Нет. А вот это уже покрупнее. Да. У-ху. Попалась такая вот щучка. Сделали проводку в перспективном месте. Отклинула, такая красавица. Перезаехали и поймали то, что хотели. Щука где-то килограммов на пять, наверное. Сейчас мы ее освободим от приманки и выпустим. Вся пошла. Сегодня у нас щуки красиво уходят, да? Безумно красиво. Сегодня ловили на удилище High Energy Z от Maximus. Удилище мне это очень нравится, так как она не сливает рыбу. Очень четкие поклевки. Достаточно звонкая. По этому ценнику, а я считаю, аналогов просто нет. Потому что цена в розницу около пяти тысяч рублей. Идеальная палка. Те люди, которые брали ее, они очень довольны. Я же сегодня использовал новинку от Maximus 2019 года. Модель называется Mascolita. До 49 грамм модельку я использовал. Палка джиговая, мощная, звонкая. Все поклевки передаются четко в руку. Я бы даже сказал в пятку. И на вываживание очень ведет себя достойно. Позволяет чувствовать себя комфортно. И контролирует рыбу. Катушка у меня моделька Hammer в трехтысячном размере. От бренда Blackside. Катушка цельнометаллическая. Люфты отсутствуют. Даже после таких серьезных рыбалок, как сегодня, зарекомендовалось я очень хорошо. И что немаловажно, рукоятка вкручивается в главную пару. Шнур я использовал пару Phantom PS Spider. В размере полтора по Японии. Шнур мне понравился. Прекрасно справляется со всевозможными аномалиями. Это ракушка на дне, коряги. И позволяет комфортно чувствовать себя на рыбе. И внушает уверенность в своих характеристиках. Наверное, Андрей, в заключение хочется сказать, во-первых, большое тебе спасибо, что поделился опытом, во-первых, со мной и с нашими телезрителями. Спасибо тебе. До новых встреч. Ну, а вам, друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok